Всем привет, это WineLeaks и сегодня мы в гостях у Влада Фролова, управляющего рестораном авторской корейской кухни Elements. Влад, давай немножко поговорим о сочетании вин и немножко расскажи о том, что за ресторан и как себя вести в ресторане корейской кухни, потому что очень просто выбрать вино, например, в итальянском ресторане, либо в ресторане французском, в ресторане европейской кухни, когда ты знаешь, что это вино очень хорошо подходит к мясу, это хорошо подходит к пасте, это к пицце и так далее. А вот в корейской кухне, я думаю, наши телезрители, слушатели могут запутаться и сложно будет выбрать. Да, спасибо. Ну, для начала скажу, что наш меню состоит из двух частей. Это оригинальные авторские корейские блюда, классика Кореи и более европейзированная часть меню. Естественно, что к европейским блюдам, национальным блюдам я бы посоветовал все-таки, на мой взгляд, это белые вины, белые вины рислинги из разных стран. Рислинг, наверное, самый оптимальный сорт для азиатской кухни, даже неважно корейской, либо японской, либо тайской. Почему? Потому что рислинг, он такой мощный, кислотный и он дополняет как раз. Никакая острая еда его не убьет. Да, да, абсолютно и точно. Ну, на втором, наверное, месте у меня будет гиверстроминер. Также пусть он будет немецкий, пусть он будет австрийский, и это будет также круто дополнять все корейские блюда. Да, вопрос, полусухой выбрать гиверц или сухой? Я бы выбрал полусухой, все-таки, чтобы он был кислотный, полусухой, но... И с рислингом, наверное, та же история. То есть он может быть либо сухим, либо полусухим. Это тоже, в принципе, не проблема. Главное, чтобы кислотность там была выше среднего точно. И третье место? Третье, ну, опять-таки, по белым. Пиногриджо классика, наверное, подойдет практически. А Пиногриджо какой? Например, из Альта-Диджи, из Фриули или стандартный, из Венета, простой? Думаю, что стандартный из Венета вполне пойдет, чтобы просто уже не подчеркивать блюда, а просто сопроводить их. То есть такая равноценное сосуществование, дружба. Понятно. Скажи, пожалуйста, что касается ваших блюд, я слышал, что вы делаете прям какие-то сеты, которые можно сочетать с конкретными винами. Да, ну, в первую очередь, опять-таки, скажу, что наш шеф-повар недавно разработал сеты из блюд, которому каждому блюду подобрали определенные коктейли. То есть человек может прийти, заказать сет, и каждому блюду будет подобран тот или иной коктейль. А что за коктейли, например? Это что-то экзотическое, либо это какие-то стандартные, уже популярные мохито, маргарита? Нет, у нас очень сильный шеф-бармен, очень классный миксолог, который придумал под определенные блюда свой коктейль, который, я думаю, что в жизни никто не пробовал еще. Понятно. А какие ингредиенты? Ну так, приоткрой завесу тайны, я понимаю, что всегда лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать, но тем не менее, заинтригуй немножко. Это может быть как показаться банальным коктейль на водке, либо же это может быть необычный коктейль на соджу или сакэль. То есть и традиционные, и классические русские напитки, все они тоже могут интегрироваться в восточную кухню. Здорово, здорово. Приходите и пробуйте. Я думаю, что это действительно стоит того, поэтому всех ждем у Влада. Спасибо, ждем. Пока.